Кванториумы – это федеральная сеть детских технопарков, олицетворяющих новую модель дополнительного образования. Открывали Рязанский технопарк без красной ленточки, но не менее торжественно. Собрали символический ключ полпредпрезидентов ЦФО Александр Беглов, представители Рязанской власти и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Школа мышления, которая заложена в идеологию этой площадки, позволит вам быть успешными в первую очередь в своей жизни. Проектный подход, анализ, синтез, постановка гипотез достижения результата приведут к тому, что ваша жизнь вами же будет способна быть рассмотрена как главный проект. Кванториум создан для поддержки одаренных детей. В научно-техническую деятельность планируют вовлекать школьников с 13 лет. Ключевыми направлениями работы детского технопарка выбрано изучение IT-технологий, промышленного дизайна, нанотехнологии, а также популярного у современных детей направления – создание беспилотных летательных аппаратов. Для того, чтобы у нас квадрокоптер взлетел, нужно нажать одну кнопку и провести слайдом вправо. После этого квадрокоптер у нас самопроизвольно взлетает, набирает безопасную высоту, ну вот порядка одного метра. И дальше джойстиком вперед-назад-влево-право мы можем маневрировать. Но самым умным устройством в роболаборатории является этот маленький автомобиль. Здесь находится центральный компьютер, на котором строится программа управления. Здесь находятся различные сенсоры, сканеры, которые позволяют обрабатывать информацию и собирать в этот компьютер. Этот набор позволяет будущим программистам, диспетчерам беспилотных автомобилей обучаться уже сегодня. Робототехнике вообще отведено здесь сразу несколько лабораторий. И не случайно в Рязани есть большая инженерная база и научные разработки в сфере конструирования роботов. Все это дает большой фундамент для обучения детей. Есть классификации и прогнозы профессий будущего, которые говорят, что такие профессии, как управление беспилотными транспортными средствами, настройка, программирование – это очень большой сегмент этого рынка. И те специалисты, которые начинают обучаться, имеют тягу к знаниям в этой области уже сейчас, они по-любому будут востребованы на рынках будущего. И это будут очень высококвалифицированные и высокооплачиваемые специалисты. О повышении энергоэффективности и исследовании в области альтернативной энергетики в детском технопарке отдают приоритет развитию изобретательского мышления. Паять, разрабатывать какие-нибудь микросхемы для контроллеров, возможно, автомобилей, даже каких-нибудь квадрокоптеров. В этом кванториуме у нас больше возможностей для каких-то дел. Кем вы больше стали? Ну, хотелось бы стать изобретателем и изобрести что-нибудь новое, чего пока нет еще нигде. Робототехника и электротехника уже непосредственно связаны с нашей жизнью. И когда ученики уже с малых лет знакомятся и умеют работать и с оборудованием, и знают правила схемотехники, им это поможет и при поступлении в институт, и в выборе дальнейшей профессии. Обучаться в кванториуме будут 800 человек. На днях начнется набор школьников. Это промышленный манипулятор Кука, специальный стенд. Сейчас он выполняет простейшую операцию, перекладывает два шарика. Но дети вместе с преподавателем смогут его запрограммировать на выполнение разных полезных задач. Именно такие роботы работают на всех крупных предприятиях, собирают автомобили, делают нам еду. Это наше настоящее и цифровое будущее. В нашем кванториуме, помимо такого робота, есть очень много направлений. Дети смогут собирать квадрокоптеры, самолеты, делать из них роботов, что они сами будут выполнять полетные задания. Будут заниматься робототехникой серьезной. Стоит отметить, что задания и практические работы ребята и преподаватели будут получать от рязанских предприятий и заводов. Так диктует современность. Предприятия имеют потребность в специалистах и представителях научно-технической сферы. Алена Куколева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Продолжение следует...